Ты, Герасимов, если у тебя личная неприязнь ко мне, так ты выйди, сними погоны и скажи мне это в лицо. А вот так издеваться там, шутить нельзя, дышать нельзя, смотреть нельзя, может мне вообще жить нельзя? У вас что, тоже звук пропал? С горлом что-то? Так вы, наверное, больны? Мой доктор. А вы пристав, что ли? Под принуждением, под вашу ответственность. Вам самим не надоело вот в масках ходить? В инструкции вашей, на которую вы постоянно ссылаетесь, есть что-то про шутки? Герасимов, я к вам обращаюсь, вы меня слышите? Вы что постоянно над людьми издеваетесь? Вы нам только что запретили шутить. Это не твое личное здание. Ты здесь служишь. Народу. Я народ. Молчание честный ответ. Требуете, чтобы не маски носили, а сама Мельченко на рабочем месте сидит без масок. Почему вы ее не штрафуете? Они над вами издеваются, заставляют маски носить, а сами ходят без масок. Они же все без масок ходят. Чего молчать? Чего у вас со звуком произошло? Чего вы все молчать-то начали? Что так любили все поговорить? Я вот не стесняюсь. Что по чести, по совести делитесь. А у вас что-то все, какие-то секреты. Снимать нельзя, шутить нельзя, дышать нельзя. Чуть кельжанова не видно. Он же здоров. Там на него уголовно-процессуальная проверка идет. А вам Герасимов не запрещает шутить? Чего у вас каждый раз все по-разному? За вчера можно было шутить. Сегодня уже нельзя. Потому что Герасимов так решил. Дошло же. А зачем издевались тогда? А зачем издевались-то? Я не пойму. Чего молчать? Сказать нечего или запретили общаться? Чего же вы меня так все боитесь? Почему общаться-то не хотите? Не хочу вживую. Все, только вы прощен. А как свои права отстаивать? Это называется виноват по молчанию. А завтра чего? Вам можно, нам нельзя. Как-то. И только одно определение. А где остальные 14 определений? Чего молчите опять? Это у вас такой шикарный универсальный ответ. Молчание называется. Вы же начали говорить. Договаривайте до конца. Чего молчить? Вы своим молчанием соучаствуете. Ну вы хоть скажите или кивните хотя бы. Если вам говорить-то запретили. Герасимов как сквозанул и с концами. А как они все молчали, это вообще... Вздыхали, смотрели, но молчали вообще как это, как воды в рот добрали. Хороших людей нужно запоминать. А плохих тем более. Они вот только вот кивать им осталось, понимаешь? А вот им скоро кивать даже запретят. Ну Герасимов хоть заговорил. Что-то у них должно быть человечество. Ничего. Здравствуйте. На шестой участок. Ознакомьтесь с материалами дела. Здравствуйте. Масочку наденьте. А что, здесь здоровье-то сидит? Масочку наденьте. На шестой участок. Ознакомьтесь с материалами дела. Я же не прошел. Вы зашли в здание. На здание зашли, одетьте, пожалуйста. Либо покиньте сейчас. Без маски никак? Не хочу. Под принуждение подавать соответственность. А кто сказал-то, что маски нужно просить? Я. А? Я вам говорю. Опа. Главнокомандующий. Личное мнение. А когда мне спать ложиться, вставать тоже ты будешь говорить? Это будильник вам скажет. Будильник? У вас будильник говорящий? Все. Давайте по делу. Давай по делу. Давайте по делу. Когда назовешь... Не надо мне тыкать. Как что не надо? А кто? Назови мне норму закона, где описано, как мне говорить, на ты или на вы. Назови мне. Уважительно. А ты это уважительно. Если между вами это уважительно, между собой можете так общаться. Я могу с кем угодно так общаться. Мне закон не запрещает. Я вам говорю против, чтобы вы меня называли на ты. Против, но ты только что сказал, что ты распорядитель моей жизни, как мне жить, что мне носить. Вот когда... Вы масочку наденьте, либо покиньте. Не переходи на лист. Вы в пользу, что выражение вы... Вы слышите меня? Я слышу. Закон требования. Законное? Законное? Законное требование. Законное требование. Законное требование. Так. Хорошо. Это вот это? Да. Хорошо. Хорошо. Если это вот это... Нет, вот. Сказа обселяется с регионома, личность средств на идеальную защиту органов. Маски, респираторы. А также с использованием перчаток, либо антисептиков. Сейчас мы это все делаем. Номер 51 губернаторов. Ни печати, ни роспицы. Ну, естественно. Зачем? Зачем, он нужен? он же говорит то там же нет печати не роспись и печати это просто бумажка объявление выход и выход и все остальное согласно выпускаете я сейчас одену ты меня знакомишь что тебя сейчас одену ты меня знакомишь как три зашло в задание говорю меня за граждан в ходе печать там нет пись есть печать до печати обращайтесь зачем мне обращаться ты же мне ограничен что еще требуешь у тебя должны быть законы подожди пожалуйста давай 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 ты что-то эфир забиваешь говорю не не сейчас побеседую это меморам нельзя один же раз только проходил когда был нормальный пристав Андрюха я только что сказал нечего под 20 раз повторить у вас что тоже звук пропал да с горлом что-то так вы наверно больны нет вы доктор нет я просто опа опа а вы пристав что-ли а почему фамилии не видно бронежилетом закрывать а значок где значок носится на форменном абонирование а бронезащита не является форменном абонирование это средство защиты куда мы проходим как это не получится если я уже проходил на меморамке меня ручным металл детеграм я не знаю такой же пристав якобы не дождитесь когда он будет мимо нас или не получится человеческий фактор да не знаю у вас тут это от погоды это все зависит под принуждением под вашу ответственность это правило посещение какие правила а в правилах написано что вы обязаны маску носить вы читали эти правила там про маску что-то есть проформенная одежда маска это не форменная одежда а что это что это за аксессуар который вас заставляет индивидуальная защита она прописана правила вы читали вы сами читали вас заставляет то носить чего не не вы не должны носить вам самим не надоело вот маска ходить каждый день я прохожу вам чё не нравится что я разговариваю разговариваю скоро тоже до запретят вам наверно уже запретили они исполнительная власть они исполнительные только исполняют я вчера посмотрел фильмы этого навального не смотрели про дворец для бутина 100 миллионов просмотров за неделю я это воспринимаю как личную волю человека который находится под погонами у нас вот такие не заставляют нас и лексиновки там какие-то нормально заднему 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 там снова лежит привет-то шутить в другом месте нормально а вы нам пожалуйста не указывайте где нам шутить мы где хотим там шутить я не указываю я вам просто как личное мнение сейчас расскажешь происходит вы проходит вы проходит вы не скажите про шутку еще есть в законе в инструкции вашей подожди Андрей вот в инструкции вашей на которую вы постоянно ссылаетесь есть что-то в прошутке Герасимов я к вам обращаюсь вы меня слышите я вас слышу прекрасно у вас есть зашло в вашей в вашей инструкции в вашейHA и в твоей по обеспечению порядка, либо в законе. Про шутки есть что-то? Про которое вы только что сказали, что шутить нельзя. Вы что постоянно над людьми издеваетесь? Так вы, в прямом, вы нам только что запретили шутить. Это ваше личное мнение. Вы постоянно, у вас погоны, у вас погоны постоянно ниже влечны. Проход в здании с оружием запрещен. С каким оружием? Он про ваше оружие шутит. Вон у вас на поясе оружие. Не разбирайся, я в армии не служил. Ну, конечно, но вы много о чем разбираетесь, я смотрю. Извините, но уже достали. Вот ваше удостоверение можно? Все, я хочу пройти. Паспорт. Без паспорта никак? Ну ты что. Я живой мужчина, хозяин меня, а это персона. Без оборота на меня. Ты, Герасимов, если у тебя личная неприязнь ко мне, так ты выйди, сними погоны и скажи мне это в лицо. А вот так издеваться там, шутить нельзя, дышать нельзя, смотреть нельзя. Может мне вообще жить нельзя? Я вам такое не говорю. Ты сказал, шутить нельзя. Я не сказал. Сказал. Запись идет. На оружие не на оружие. Запись идет. Раскомандовались. Это не твое личное здание. Ты здесь служишь народу. Я народ. Благодарствую за молчание. Молчание честный ответ. Здравствуйте. О, дело выросло. Не смотрел видео? Довольно. Смотри. 100 миллионов просмотров за неделю. Ну вот как так? Вы от посетителей требуете, чтобы не маски носили, а сама Мельченко на рабочем месте сидит без маски. Увидел я Татьяну Романовну без маски на рабочем месте. Я живой мужчина. Хозяин имени Антон. Ну фамилию скажите. Фамилия персоны. Булгак. Хорошо. Ожидайте в коридоре. Жду. Почему вы ее не штрафуете? Почему ее по 18.3 не привлекать? По 20.6.1? Они над вами издеваются, заставляют маски носить, а сами ходят без масок. Вы посмотрите телевизор. Они же все без масок ходят. А за входящую корреспонденцию вы отречаете, девушка? Нет, я не специалистичная. Я секретарь. А секретарь какого участка? Так получается, корреспонденцию-то вам надо, да, направлять? Просто путаница возникла по поводу на чье имя и на какой участок направлять. Присните, пожалуйста, чтобы я два раза туда-сюда не направлял. Четыре даже. А точнее шесть, если все комбинации. Не подскажете? Ничего не можете сказать? Чего молчите-то? Чего у вас со звуком произошло? Чего вы все молчать-то начали? Чего так любили все поговорить? Чего тут сразу все стесняться начали? Может, что-то не по закону делаете? Если стесняетесь. Я вот не стесняюсь. Потому что по чести, по совести держите. А у вас что-то все, какие-то секреты? Снимать нельзя, шутить нельзя, дышать нельзя. А что-то Кельжанова не видно. Он же здоров? Там на него уголовно-процессуальная проверка идет. По его действиям. Ну, его, конечно, пытаются, как говорится, обезопасить. Но обезопасивает так, что, наоборот, подставляет. А Елена Петровна здесь на месте? Король? Болела. Она реально болела? Или так, для галочки. В отпуск отправили. Что-то со мной не встречалось. Ну, отлично. Вчерашние жалобы получили. Ну, вы хоть подскажите, у кого мне узнать-то? Что узнать? Ну, на кого корреспондентство-то направлять? Гагарина 9, 10 участок. На 10-й? Да. Просто на участок? Или на ИО, это, мирового? Субъебный участок номер 10. И все? Все. Странная схема, потому что этот же обязанность приняла Мельченко. А вам Герасимов не запрещает шутить? А кто что-то посетителям запрещает шутить? Я надеюсь, вы мне не будете запрещать шутить. Это у вас тут Герасимов что-то начал личное мнение свое распространять. Посмотрите фильм «Дворец для Путина». Очень советую. И задумайтесь, на кого вы работаете и кому служите. Кстати, где подписка об уголовной ответственности за порчу дела, которую мне в прошлый раз подсовывали? Нету? Не надо заполнять? А почему в прошлый раз надо было? Чего вот каждый раз все по-разному? За вчера можно было шутить, сегодня уже нельзя. Потому что Герасимов так решил. Один вот такая же наклика на этот конверт. Дело в том, что там было написано... А, вон оно, да? О, а ее как-то можно сфотографировать? Дело в том, что там очень важная надпись была. Лично в руки. Дело расшила. Совершенно секретно. Лично в руки было написано. Я эту надпись не вижу здесь. Она сверху была написана. Это было направлено лично Мельченко Татьяне Романовне. Если она написала в дело, то есть она нарушила вот эту секретность. Она вынесла дело в публичное поле. Ну да, по идее, надо расшить и переделывать пакет, чтобы вот эта штука была снаружи, как вон там. А тут ее что-то спрятали. Зачем? Так вот же, дошло. Направлял на шестой, но здесь. Дошло же. А зачем издевались тогда? Вот, смотрите. Его мирового участка номер 10. Дошло. Тут же направлено на шестой участок. Но все равно здесь. Так а зачем издевались-то, я не пойму. Мне пришлось два раза ходить на почту, два раза отправлять все по второму кругу и на электронную почту, и через газ правосудие. Чего молчать? Сказать нечего или запретили общаться? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не хочет Татьяна Романовна вживую встречаться? Ни в какую. Чего же вы меня так все боитесь, а? А что обсуждать? Тут уже принимать надо все. Из-за усов, что ли? На таракана похожи или что? Как в сказке этого, я не помню, кто там написал детскую... Пришел таракан еще с усами. Почему вживую... Вы ознакомились? Ну почему общаться... Я ознакомлюсь до сих пор. Почему общаться-то не хотите? Вот Татьяна Романовна тоже не хочет. Не хочу вживую, и все, только в упрощенке. А как свои права отстаивать? Это называется виноват по умолчанию. Все молчат, виновен и все, и хрен что докажет. А потом в гелендзике появляются дворцы за 300 миллиардов. Шутить нельзя. Хорошо, что хоть фоткать еще оставили-то. Вот хоть что-то можно сделать. Хоть как-то осветить вашу деятельность. А завтра что? Запретите глаза открывать. Лучше затычки на глаза повязку. На лицо маску. И вообще не заходите сюда. Я ее даже глубоко уважаемой называю. Все равно на встречу не идет. Маску не носит на рабочем месте при встрече с другим. На встречу не идет. Мы к ней уважение проявляем, а она к нам нет. По вашему взгляду, по вашему дыханию, я понимаю, что у вас там что-то, совесть как-то просыпается или это реагирует. И вас в том числе. Но вы свой выбор сделали. Вы за деньги делаете то, против чего у вас совесть сопротивляется. И вот и секретарь нарушает. Я писал 20-го, приглашают 27-го спустя неделю. Хотя по закону 3 дня максимум. Все все нарушают. Вам можно, нам нельзя. Как-то. Законы ваши, вы же их нарушаете. А нас заставляете их соблюдать. Это что такое? Вот тоже самое, 6-й участок. Здесь же, здесь. А зачем на 10-й тогда направлять? Вы мне можете это объяснить? Почему по 2 раза приходится все отправлять? И вы по 2 раза это все пришиваете. Зачем двойную работу делаете? Чисто же для того, чтобы надо мной поиздеваться, чтобы я в 2 раза больше времени потратил? В 6 раз больше. Потому что и на почту, и по электронке, и через газ правосудие надо отправить. Молчание, честный ответ. Лучше, чем когда вы отвечаете неправду. И что в итоге? Смотрите. Так, так, так. Категорический отказ, определение. Короче, 15 волеизъявлений. И только одно определение. А где остальные 14 определений? В письменном виде. Они здесь к делу должны быть приобщены. В деле их нету. В письменном виде куда они направлены? Чего молчите опять? Это у вас такой шикарный универсальный ответ. Молчание называется. Вы же начали говорить. Договаривайте до конца. В письменном виде куда направлено? Должно быть и в деле, и на электронной почте, и в письменном виде через Почту России. Как было направлено? Чего молчить? Вы своим молчанием соучаствуйте вне отправки и вне уведомлений. И вне выяснения. Все? Дело в целости. В порядке? Ничего не испорчено? Передаю из рук в руки. Ну вы хоть скажите или кивните хотя бы. Если вам говорить-то запретили. Все в порядке? Все нормально. До свидания. Благодарство. Испех, огрех. Благодарство. Им дана команда. Я же, где раньше на водопеку, он вообще убежал. Да? Вообще убежал. Передал пост и убежал. А что он убежал? Я с ним пообщаться хотел? Не вывес, наверное. Смысл? Не вывес? Я в удостоверении. Я хотел спросить, когда он заканчивает работу. Во сколько или когда? Ну, я так понял, какая-то личная неприязнь ко мне. Но если ты хочешь спросить, когда он заканчивает работу, это уже угроза. Почему? Это не угроза. Это вопрос. Никто не уходит. Вот это, вот помнишь, это тот же бизнес, с которым я разговаривал. Не, это мужчина вообще не без претензий. Он досматривал, он сейчас всех досматривал вручную. Да? Да. Не пропускал? Да. А Герасимов, видишь, личная неприязнь. Шутить нельзя. Он все народа собрался. Они все проходили. Если у кого-то пищал этот сканер, он доставал вручную. И все нормально. Им не то, что масками. Им уже на словах рот заткнули. Это что такое? Шутить нельзя уже. В деле в самом. На корочке написал без акцента, без обороты на меня, без выжищей рыбы. Но дело выросло вот такое уже. Что там, говоришь, Герасимов? Убежал вообще? Герасимов, он, ты ушел. Он минут, наверное, 10 там был. Он не начал задавать вопросы по поводу полномочий всего остального. И Герасимов не вывез этого. Он кому-то позвонил, пришел другой пристав. А Герасимов как сквозанул и с концами. По поводу досмотра я ему объяснял. Там инструкцию сфотографировал, приложим. Что досматривать могут только лица одного пола. Есть двумя понятыми. Я ему задал этот вопрос по поводу понятых. Он сначала говорил, что, типа, какой досмотр? Я досмотр? Нет. Я говорю, зачем ты в сумке лезешь? Я лезу, я не лезу. Я говорю, так все зафиксировано. Ну, я же руками не заложу. Я говорю, ну, что ты, дурачок, что ты? Ты что творишь? Где протокол? Где двое понятых? И все. Начал ему по поводу удостоверения полномочий. Он ничего не ответил. Сказал, что не он ко мне обращался. Я говорю, ну, ты же выдвигал свои требования. Говорю, что незаконные по поводу маски. Так подтверди полномочия. Геренсимов, а как же досмотр-то? С понятыми должен проводиться. У тебя же там написано все. Двух понятых. Или это тоже все за комнаты проводишь? В чем? В чем? Что ты нарушаешь? А ты досматриваешь людей без понятых? С понятых? Досматриваю прям. Конечно. Прямо, что я досматриваю. А что, ты не досматриваешь, в сумки лезешь? Я не лезу. А кто лезет? Только что. Ну, тебя я вижу. А удостоверение-то можешь показать? Нет, что ты при исполнении удостоверения можешь показать? Я не пришел к вам в гости, чтобы показывать удостоверение. По первому требованию. Если у тебя есть на то полномочия, ты обязан их подтвердить. Или вы вообще ни черта не знаете? А на каком основании ты тогда людей запускаешь, пропускаешь? Полномочия-то есть, нет? А, Герасимов? Ну, ничего, не сказал. Убежал, больше я его не видел. Это вот сколько? Полтора часа я больше Герасимова не наблюдал. В общем, результат какой? Я посмотрел дело. 15 волеизъявлений приобщено к материалам дела. И присутствует только одно определение. Об отказе в переводе в упрощенный режим. Она вообще знаешь, что написала? Обжалование постановления о переводе в упрощенный режим не предусмотрено законом. Ты представляешь? Обжалование определения не предусмотрено законом. Ну, так. Знают же, они же сказали, что все знают. Даже не предусмотрено законом. То есть, обжаловать нельзя. А находиться на рабочем месте без маски предусмотрено законом? Ну, мы все равно, но кто-то из нас ровнее. А как они все молчали? Это вообще... Это вот я просто поражаюсь. Но они так молчали, что все равно проговорились. Ну, старались сдерживаться. Им, наверное, запрещено общаться. Так в том-то и дело, я говорю, вы смотрите, что с вами делают. Вам мало того, что маски на лицо понадевали. Сами без масок ходят. Судья и высшее руководство. А вам всем маски на лицо понадевали. Еще и запретили общаться. Заходили без масок. Я не знаю, если заснялось. Заходили без масок. Пропускали? Да. Ну, только по ходу или пристава, или судьи залетали, забегали. Так у нас что? У нас закон только для избранных, что ли, получается? Нет, закон только для челяди. А для служивых и для слуг. Для слуг народа маски не обязательно. Ну, Герасимов это, конечно, выдал. Шутить нельзя. И шутить нельзя. И за ствол он там что-то нес. Всякую ахинею. Там-то у тебя просто кармашек же маленький. Я ему говорю, забери это. Он там сразу, ты смотри, как завелся. Бояться, бояться. Не ровен. Придет и звездный час. Герасимов-звездный, вторая звезда после Кельджана. Этот, 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 второй, показывал, что не могу говорить горло жем. Да, мигачок. Ну, я ему руку пожал. Да, я видел. Хотя он неохотно так пожал мне руку. Ну, очень неохотно. А вдруг я фиксирую. Ну, они, когда я им там, это, знакомился с материалами, я же с ними разговаривал. Про Навального, про маски, короче, про все. И они так, это, вздыхали, смотрели, но ничего, это, молчали вообще, как это, как воды в рот добрали. Так они из будки же не выходят. Сейчас все в будке сидят. И Герасимов убежал в будку. Все, народ идет, они сидят в будке. Ну, он вышел, в сумочки позаглядывал, и тут же быстренько обратно в будку. И вот этот другой Рустам, он со мной, я не знаю, говорю, о, говорю, самый лучший пристав. Это вот тот, который, это, с которым я разговаривал, помнишь? Который меня пропустил без документа. Да, да. Вообще отлично. Ты не увидел, как у него фамилия? Я. Как его зовут? Руслан? Рустам. 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 Я Маев, что-то на я у него. У него это, видно, у него все, значок, все, как положено. Запоминать, запоминать. Без бронежилета, без ничего. Скорее всего, на видео он должен. Хороших людей нужно запоминать. Да, да, да. Но он со мной не стал разговаривать. А плохих тем более? Он со мной не стал разговаривать. Я говорю, о, самый лучший пристав, говорю, Сургута. Он такой, раз, не знаю, может, не вспомнил. Запретили им, им-то настолько жестко запретили, что даже вот эта секретарша, когда, типа, я спросил, говорю, а где это, определение-то, 14 определений отсутствует на 15 воле заявлений, только одно определение, а 14 отсутствует. Она говорит, было отправлено. Ага. И замолчала. Я говорю, а что дальше, как было направлено-то, куда, каким образом, что молчите? А у них, может быть, подписка о неразглашении? Да, это же вообще жесть. Это людям, из них просто, я не знаю, каких-то молчатых. Им завтра что? Я прям так им сказал, говорю, вы что, говорю, вам мало то, что маски на лица надели, вам еще, это, шутить запрещают, разговаривать запрещают? Вам что, скоро повязки на глаза наденут и это, и затычки в уши позатыкают? Скорее, у них уже есть наш список, они нас знают в лицо, и только с нами им запрещено разговаривать. Это 100%, я тебе говорю. Так, а если каждый так станет, это, про свои права защищать? Что, вообще со всеми будут перестанут? Значит, перестанут со всеми. Так, а зачем тогда это здание? Ну, за что мы им деньги платим? Ну, ты же начинаешь умные вопросы задавать, а их мозг не способен это переварить. Они же на пенсию уходят 45 лет, у них зарплаты нормальные, и машины вон стоят бобровые, и всего этого лишиться? Да ты что, сказали молчать, я лучше буду молчать. А куда я потом после пристава пойду работать, если меня уволят? Куда? Вот куда Кельджанов устроится? В лучшем случае охранником, ночным директором. Ты знаешь, вот если бы я был на месте Кельджанова, что, конечно, абсурдно звучит, но я бы на его месте реально бы уволился и пошел бы лучше охранником трудиться, чем вот такие вещи. Вот им, наверное, так и преподнесли. Будете с этими общаться, значит, досвидос. Соответственно, потеряете все свои блага и льготы. А уволят же, тем более, по какой-нибудь статье, придумывают же статью однозначно. Конечно. Вплоть за разглашение служебной тайны какой-нибудь. И куда он с этой статьей сунется? Никуда. Какие статьи, вон мои видеоматериалы поднял, там до хрена компроматов на них? Согласен, но мы же своих не выдаем. Вот Кельджанов просто исчез, то он болел, потом то он в каком-то отпуске. Сейчас вообще... Не, ну я спросил, говорю, это, что там, как Кельджанов? Жив-здоров? Ну, на словах не ответили, кивнули. Да, типа... Ну, жив и здоров, да. Ты понимаешь? Они вот только вот кивать им осталось, понимаешь? А вот им скоро кивать даже запретят. Ну, грубо говоря, им кто-то самый... Ветер, подожди, пользуясь случаем, хочу обратиться к Татьяне Романовне, Амельченко. И это... Вы хотя бы не запрещайте людям кивать, а то вообще реакция пропадет. Ну, ладно, говорит, говорить запретили. Ну, кивать-то хотя бы не запрещайте. Или да, или нет. А то скоро двигаться запретят, понимаешь? Ну, то есть сейчас со стороны... Боргать запретят. Сейчас, глядя со стороны на этих всех судебных призов, такое впечатление, что они, знаешь, как это, на Руси-то был Петрушка, то есть вставили руку через задний проход и машут пальцами и руками, вот головой машут, да, нет, даже никто не озвучивает. Вот вынуждены стать Петрушками. Ну, такое, да ты что, что пристав, он даже не отвечает, он ничего не говорит. Он даже обосновать не может, потому что все под запретом. Где-то я уже про Петрушку слышал. А, это про видео, где этот, одиноченко Павел был. Аврору переименовали в Петрушку, помнишь? Ну, так, а здесь, здесь факт, здесь зачем мы сами с этим столкнулись? Видишь, они как замолчали, как сказали, фас лает, а тут уже дошло до того, что и не лают, просто все законно, вон, висит на входе, ни печати, ни подписи, ничего. Да, 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 это вот они любители ссылаться на эти, подожди, на инструкции. А когда он сказал же, что, типа, шутить нельзя, я его подтянул за это, говорю, а что, где, в какой инструкции написано, в каком законе? Ты видел его глаза? Она секретная. Он понял, что он ляпнул такое, что нет ни в одной инструкции, ни в одном законе, и ни быть не может. Ну, кто идет приставы работать? Герасимов и Крикжанов. Ну, вот, самые нужные же где-то себя. Это те, которых в детстве, в детском садике, потом в школе, а сейчас они оперились, почувствовали, типа, свою власть, что им все можно. А народ же у нас продолжает их бояться. О, приставы, это самое страшное. Коллектора и приставы самые страшные у нас в стране. Ну, Герасимов хоть заговорил. Ну, это ненадолго. Думаешь? По-любому. Запретят? Ха, а то. Сейчас только ролик выйдет в Ютуб. И все, и Герасимов следом за Кельджаном. А по дороге? А по железной дороге? Где мчит скорый поезд в Оркута, Ленинград? Система. Нет, у меня нет цели их куда-то отправить, еще что-то. Я, наоборот, взываю к их совести. Ведь что-то у них должно быть человеческое. Ничего. Какая может быть совесть? Ну, как ничего? Совестливые на этой работе не будут работать. Вот я им четко сказал. Молчание – честный ответ. Вот они не могут по-другому. Если они, как говорится, начинают говорить, от них исходит постоянно ложь и какое-то свое личное мнение вне закона. То есть, они начинают превышать должностные полномочия. Разглашать информацию. Нарушать, возможно, устные приказы судьи. А если они молчат, они ведут себя, ну, хоть как-то по-честному, понимаешь? То есть, вот это вот молчание – это честный ответ. И они вынуждены молчать, потому что это единственная честная реакция на все, что происходит. Я думаю, в следующий раз нужно будет вызвать нашу доблестную полицию и написать заявление по статье 140 Уголовного кодекса Российской непредоставлении информации. Да. Он же должностной лиц. Должностной. И пусть он полиции подтвердит свои полномочия с удостоверением. И у них удостоверения все просрочены. Да ты же знаешь, как нашу полицию вызывать. Самих же и загребут. Я лучше удаленно из дома отправлю, куда надо, что надо. Нет, можно и так, да. Он же не предоставил нам информацию, не предоставил. Статья 140. И замечательно. Пусть потом запросить документы, чтобы предоставили копию удостоверения и всего остального. ФСЗ, эти 118 и 229. Так, ну все. В общем, вот такой поход. Определений нет. Амельченко Татьяна Романовна не хочет вживую общаться. В общем, она вынесла определение, что из упрощенного режима, в открытый режим она не захотела. Ну, не предусмотрено законом обжалование такого определения. Всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...